В Славянском районе стартовали военно-полевые сборы. В программе тактическая, физическая, строевая подготовки, несение караула, жизнь по уставу. В общем, все как в армии. На этой неделе на базе воинской части состоялось торжественное открытие сборов, на котором побывали и наши корреспонденты. Для учащихся 10-х классов настала пора осваивать азы военной подготовки. В этом году в учебно-полевых сборах примет участие более 200 юношей из школ, города и района. К будущим защитникам Отечества на торжественном построении с напутственными словами обратился председатель районного совета Григорий Литовко. Дорогие курсанты, вы должны помнить, что в этом году мы отметили 72-ю годовщину победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вот такие мероприятия – это дань памяти и уважения нашим отцам и детам, отстоявших независимость нашей страны, наше мирное небо. Каждый юноша, учащийся в 10-м классе, должен пройти военно-полевые сборы, так как это обязательный элемент школьной учебной программы, отметил начальник управления образования Виталий Титаренко. Ежегодно учащиеся 10-х классов, учащиеся среднего профессионального образования в рамках изучения курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» отрабатывают практическую часть данного курса. И учебные сборы, которые проходят в мае месяце, в канун окончания учебного года, они завершают цикл изучения данного предмета в рамках 10-го класса и позволяют ребятам показать не только свои теоретические знания уставов, политической подготовки, но и знания огневой, строевой, выправки, которые они в течение нескольких учебных лет получают у себя в учреждении. В день открытия учебно-полевых сборов ребят ожидало первое испытание. Они, Чеканя, Шак маршировали по площади воинской части, демонстрируя строевую подготовку. Учебно-полевые сборы помогут будущим защитникам Отечества быстрее адаптироваться к реальным условиям службы в армии, уверены школьники. А приобретенный опыт обязательно пригодится в дальнейшей жизни. Я считаю, что эти сборы правильные в плане того, что через год идти в армию, они научат, подготовят нас. Я думаю, что эти сборы мне дадут духовно, моральную подготовку к армии. Физическая строевая подготовка и военная теория – далеко не полный перечень того, что за пять дней проходят участники сборов. На базе лицея номер один школьники демонстрировали свои умения в разборке-сборке автомата. Впереди у ребят целая неделя занятий по строевой и тактической подготовке. За это время юноши научатся стрелять боевыми патронами из автомата Калашникова, а также сдадут комплексный зачёт, в числе которого подтягивания на перекладине, бег, метание гранаты на дальность. Итоги сборов будут подведены 22 мая. Надежда Калинина, Сергей Тимовский, Александра Тимовская. Программа «События».